Обязательно прививайте. Сколько есть, какая вакцина, пожалуйста, это спасет и внуков ваших, и детей ваших, и родственников. Делайте все, чтобы было хорошо, и будете живы, и другим людям поможете. Не охота убираться. Пациенты ковидного госпиталя при Ульяновской городской больнице со слезами на глазах признаются, а жалеют, что не привились раньше. Ведь даже если бы заразились таких серьезных последствий, что привели их в больничные стены, можно было бы избежать. Большинство пациентов старше 50, но есть и молодые. Пандемия не щадит никого. Многие поначалу даже не догадывались, что заболели короной. Коварную болезнь выдают проблемы с дыханием, кашель и отсутствие обоняния. Ну, души сильные волны. Закры пропали. Закры обычно по 100, по основному температура 38-33. Ковидный госпиталь ЦГБ рассчитан на 711 коек. По факту в учреждении получают лечение до 800 человек. Цифра каждый день меняется. Но, как отмечает руководство, мощностей больницы хватает, чтобы принимать такое количество человек. В целом отделение рассчитано на развертывание при полной загрузке до 90 реанимационных площадок. Последние 2-3 месяца в отделении меньше 60 пациентов на искусственной вентиляции легких не лежало. Чтобы работать с ковидными пациентами, весь персонал прошел специальное обучение. Причем врачи регулярно проходят курсы повышения квалификации. Пациенты видят их заботу и не устают благодарить всех. От врачей до санитаров и уборщиц. С медиками и пациентами пообщался и зампредседателя правительства Сергей Кучец. Ну, выздоравливайте, моя хорошая. Спасибо большое. Так, довольны лечением? Довольны. Я давно получил. Чтобы зайти в красную зону, пришлось поменять повседневную одежду на защитный костюм. Перчатки, чепчик, костюм, распиратор, очки, бахилы. Такая амуниция уже вполне обычная для медиков. Как отмечает главный врач, только 5% всех больных вакцинированные. 99,9%, практически можно сказать 100% вакцинированных, это лица пожилого возраста, перенесшие тяжелые заболевания или имеющие хронические заболевания. Это сахарный диабет, это гипертоническая болезнь, это перенесенные ранее инфаркты, хронические абстрактивные болезни легких. И так то есть все 100% имеют тяжелые сопутствующие патологии. Медики еще раз напоминают, прививки не ухудшают течение хронического заболевания, но вакцинироваться следует только в период ремиссии болезни. Абсолютным противопоказанием к вакцинации является только тяжелая аллергическая реакция на введение вакцин. В настоящий момент в области средний темп вакцинации составляет порядка 5-6 тысяч жителей в сутки. Вакцина у нас имеется, пункты вакцинации работают в прежнем режиме. И соответственно еще раз призываем наших жителей, особенно жителей старшего поколения, защититься от коронавирусной инфекции и вакцинироваться. С 30 октября по 7 ноября, когда не будут работать большинство учреждений, пункты вакцинации поликлиники не закроются. Маломобильные пациенты для вакцинации могут пригласить медработников на дом, обратившись в поликлинику по месту жительства. Берегите себя и своих близких. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.